Здравствуйте, друзья. Начинается вторая серия фильма о Пермском крае. Ой, деклимат. Бывает похуже, чем у меня в Сибири. Вот, временами. Вот это мы с вами проходили. Мы видели, что она получила, но поздновато. Но получилось так, что лучше поздно, чем никогда. Вспомнили? Ну, это первая серия была. А как она называлась, я уже забыл. Так, сейчас, секунду. Ага, вот она, от посылки семян 2018 года до цветения. Посмотрели. И теперь смотрим серию за номером 2. Вот, серия за номером 2. Только подумаешь, такой пустяк, как теперь обратно попасть. А, это было в мессенджере. Вот. Значит, посмотрели. Итак, поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Продолжаем. Так, 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 так. Так, ага, была реклама книги, записки «Очарованный садоводок». Осталось несколько штук. Вот. И каких-то тысяч рублей уникальная книга, потому что это рассказы, это записки, это не нудная инструкция. Но смысл-то ее, что эти записки учебные. Потом было, в прошлой серии, первой серии было вот это вот видео. Так, смотрите. Значит, здесь, а она уникальный уже человек. Ведь не зря же у нее зацвели абрикосы. Вот это зима, вот это снежный покров, вот это вот. Обратите внимание на луночки вокруг саженца, видели? Я повторяюсь, ну а кто-то вообще не посмотрел и никогда не посмотрит. Вот это вот я рассказал, что именно за счет темного цвета коры и даже обыкновенной палки происходит обогревание солнечными лучами и раннее вытаивание. Это спасает деревья на всей планете, но об этом почему-то не знают и учат садить в лужу. Я уже не говорю ямку, она официально называется ямка для полива. Глупость несусветная. Какая ямка? На второй-третий год там нет корней в этой ямке. Есть только гниющий штамп. Вот это вот я не выдержал. Повторил. Вот. Кому надо посмотреть первую серию. Еще она, мне очень понравилось ее рассуждение и ее холм заросший. Вот. Все, ребята, проехали. Идем мы дальше. Итак, значит, дальше реклама следующей книги была. Это же годы прошли. Начинались-то наша дружба с Татьяной Глужковой в 18-м году. Вот. Собрали деньги, напечатали и эта книга закончилась. Вот. Ее больше нет. Только в электронный вариант. Но я об этом не говорил. Так, смотрим дальше. Итак, Пермский край. Что она написала? Чудесную фразу. Зацвели сеянцы Жордели, 18-й год. Амура, 19-й. Значит, еще в 19-м выписывала. Серафима Бай адаптируется. Так, теперь мы смотрим сюда. Вот это ее очередная серия. На улице дождь. Погода отвратительная. До этого стояли ветра страшные, неимоверные. Давайте чуть покоросим, потому что на улице дождь. Сейчас там станет грустно. Вот, смотрим. Я не буду... Следующий нормальный будет фильм. Там уже с цветением. А это просто проглядели. Видите ее сад? Из саженцев Железова. Нет. Из семян Железова. Смотрите, зацветает. О, чудо! Это 2021 год, кажется. Сейчас уточним. Зацветают, 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 зацветают. Зацветают. Ну, в общем, мы поняли. Унылый дождь и это... Мы пропускаем. Так, идем дальше. Значит... Дальше, дальше, дальше. Собираем средства. Вот это третья книга. Это не навязчивая реклама. И у меня таких 500 штук. Еще 500 штук где-то у моего редактора, у Павла Троценко в Пите, в Санкт-Петербурге. Только толку с того. Берут их по принципу неделю одна книга, если повезет. Вот. А жаль. Это особые книги. Итак. Консультант Садовода. Это... Тут командует мой друг и ведущий. Один из ведущих лучших ведущих России. Вспомните телеканал «Усадьба». Он там хозяйничает у меня. Снимал дважды. Приезжал. Вот. Телеведущий. Это... Это... Его это... Называется... Его канал называется. Консультант Садовода. А зовут его Владислав Вячеслав. Уже начинает забывать. Значит. Кондасёв. Значит. Теперь так. Смотрите. Вот это я открывать не буду. Почему? Здесь написано. Валерий Константинович. Здравствуйте. Проснулось вороньё по вашу душу. А что такое проснулось вороньё по вашу душу? Я не стал смотреть по одной простой причине. Вот. Сердце не железное. А там будет опять говорить. Посадите в яму. У дерева куча это самых... Лишних веток. Если лишние ветки не отрезать, то дерево погибнет. Вот. Чаще всего почему-то про персики об этом пишут. И про абрикосы. Самое... Как сказать... Самое... Не капризное. Беззащитное перед секатором растения. Персики и абрикосы. Вот не будешь каждый год резать. Всё. Прощай. Вот это есть. Поэтому она и написала вороньё. То есть она на моей стороне. Не я вороньё. А не вороньё. Спасибо, Таня. Так. Теперь наконец мы подошли к последнему... Кино её. Так. Называется абрикосы для Валерия Константиновича Железова. Смотрим. Вот. Да, кстати. Первый фильм был сделан. Что она написала? Она, оказывается... Я её специально не высылал. Увидела? В ютубе. Валерий Константинович. Валерий Константинович. Спасибо огромное, что прокомментировали мои фото и видеоматериалы. Костики закажу с сухими косами. То, о! Невольная реклама. Я впервые в жизни буду всё лето продавать сухие семена. Продаю их. Уже лето началось. В большей части России началось лето. Отцвели деревья. В большей части России. Садовой России. Я не имею ввиду приполярные округи. Вот. И у меня пока никто ни одного сухой косточки не заказал. Вот такие дела. Нет. Первые 50 заказали буквально вчера. Но это ещё не первая ласточка. Это очень важно. Почему? Продаю. Высылаю каталог. Там написано. Косточка 15 рублей. Семечка 10 рублей. А придёт осень и эту цифру можно смело удваивать. Как только по сути свежий урожай будет. В этом году самое ценное что у меня есть конечно же абрикосы. Даже не персики. Вот. Я считаю. Для страны самое ценное. Персики экзотика. А абрикосы должны быть в каждом саду уже реально стало. Вот. Кстати вот он перский край. Вот сейчас мы перейдём к этому. К фильму. Посмотрю фильм Татьяны и Лужковой. И буду наслаждаться. Так вот. Значит. Урожай абрикосов. Следующий. Не такой большой. Вот. И цена у него будет. Ну наверное удвоится. Заказывайте сейчас. Пока это фактически пол цены. Я начинал сезон. Я начинал сезон. Кольские абрикосы у меня были в каталоге 30 рублей. Потом 25. Ну а потом 20. Ну а это было всяко хитро. Маркетинговые ходы. Новый год. Скидка. Первомайская скидка. Сейчас лето. Пока спроса нет. Пол цены и так далее. Вот. И книгу. Видите тут. Книгу на диске вы мне высылали. Пишет Татьяна. Хочу бумажный вариант. Но это потом. На электронку вам напишу. Давайте. 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 Давайте только что. Вы сами знаете. Одни книги у меня есть. И на диске. И на. И бумажные. А другие есть только на диске. Или только бумажные. Поэтому лучше всего. Не это самое. Чуть не сказал не торопиться. Лучше поторопиться. Итак. Внимание. Сенсация для Пермского края. Поехали. Валерий Константинович. Здравствуйте. Вот смотрите. Это Амур. В 19-ом году заказывала косточки. Ой. В 19-ом. Ребята. Я думал 18-ого. В 19-ом году. Ну-ка. Пальцы. 19-20, 21-22. До 5-ый год светение. Прекрасно. Может еще и годом раньше было. Но теперь уже точно светение. Получается. Вот дворца там наверное посадила. Минуточку. 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 Я разволновался. Видите. В 20-ом году садила. Это что получается. Зажимая пальцы. 20-21-22. На четвертый год. Ай-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Кстати. У них все-таки Перского края по климату бывает и жестче, чем у меня. Но в среднем, наверное, на недельку все-таки раньше. Засветает, чем у меня в Сибири. Так. И наконец мы с вами двинулись дальше. Итак. В 20-ом году. Посадила. Дальше. Такой мощный-мощный вообще. Единственное. Вот. Все-таки я не могу понять. Что это? Морозобоины у него. Или что? Вот. Камень течет вот из этих вот мест. Вот это самая страшная беда. Это самая страшная беда. Это уже не морозобоина. Тут всю зиму снег лежал. Вот. Это подопревание. Вы садили на холмы. У вас прекрасные холмы. Но все-таки самая страшная болезнь. А абрикосов, которые сокращают им жизнь. Это подопревание. Так вот. Ничего нельзя делать. То есть. Никаких. И самые детские приемы связаны чаще всего с абрикосами. Дело в том, что. Кто-то когда-то. Сказал. Дерево. В уме держал яблоня. Иногда видят, что якобы затягиваются раны. Они отрежут такую ветку. Как вот. Видите. Сбоку ветка. А я целиком отрежу чертовой матери. Вот. А потом удивляются. Почему не зажило. Или. Ура. Яблоня зажило. На самом деле. Даже на яблоне. Из миллиардов попыток. Ни одна не удалась. То есть. Ни одна на планете. Ни одна искусственная рана не зажила. Никогда. За все века. Сколько занимается садоводством. Это ошибка. Но они мало знают. А костиковая культура. Абрикосы. Сливы. Вишни. Вообще. Даже не пытаются затянуться. Сверху тоненькая корочка. Под названием. Каллус. Которая не держит. Не то что сорокоградусный мороз. Даже двадцати градусный. И там внутри начинается. Умерщвление тканей. Ну а потом грибы. Потом грибы. Не грибы виноваты. А потом грибы. Занимается честной и законной работой. Теперь что нам делать с этой раной. Теперь придется вам. Зная что это великолепнейший сорт. У вас будут соки, компоты, варенье. Они достаточно долго хранятся. У них достаточно твердая мякорь. У них отделяется косточка. За что я дал второе название Амуру. Я ему название дал такое. Значит. Мечта хозяйки. Вот именно из этих качеств я перечислил. Теперь. Придется вам. Откапывать. Откапывать. Морозов не бояться. Вот. Больше всего страдает. Когда снег мокрый. Значит. Вот. Начинается весна. И вам где-то уже за месяц заранее. Придется раскапывать. Зная про эту рану. Что делать. Вот. Что делать. Раскапывать. Не давая ей гнить. Чтобы минимум. Зимой снега было. Холм дает все-таки. Какой-то. Все-таки. Возвращенность. Возвращенность. Снег. Суши. Вот. И когда начинает таять. Этот холм. Первый. Появляется из-под земли. Из-под снега. Теперь только раскапывать. Держите теперь так. Это неизбежность. Именно из-за того. Что у вас. Вы помните. Мы с вами снимали. Фильм. Вот тот первый фильм. А там у вас было. Море снега. У меня снега поменьше. Поэтому. У меня. И в моем краю. С абрикосом. Живется легче. Ну что. Продолжаем ваш рассказ. Ну как бы. Ничего такого плохого нету. Ну. Вот. В этом году. Зацвел. Где-то еще есть. Серафим. У меня. Тоже зацвел. Не знаю. Плоды будут. Или нет. Потому что холодно. Ветер. Пчелы не летают. А вон там жардели. Это вот жардели. Они тоже цветут. На них немного цветов. Вот. Но они тоже цветут. В общем. Вот. Цепляю слово жардели. Это учебный фильм. Однажды. Однажды. В 2001 году. Горькая судьба похороны. Привела меня на Украину. Вот. Уже в последний раз. Ну и. Я в память. В память я оттуда взял. Веточку жардели. Жардели там в деревне. Сейчас она разбомблена. Деревня. Не хочется об этом говорить. Вот. Горько на душе. Сразу давление поднимается. Но тогда я срезал веточку. И жардели переехала сюда. Ко мне в Сибирь. Я ее привил на Маджури. Ожидал чуда. Чуда не случилось. Случилось сверх чудо. Повторяться не буду. Последний год. Это примерно 20. 23 год. Это было 2000-2001. Зимой. Значит прошло 22-20 примерно года. Вот. И жардели. Молодое крепкое дерево. Привитое на Маджури. Сдало 40 ведер. И. Такое. Я уже показывал несколько раз. Фотографии. После сбора 40 ведер. После телевидения. Вот я упомянул Кундасева. Констант Садовода. Ведущий. Один из лучших ведущих России. Он снимал 40 ведер. С дерева. Она получилась раскидистая. Такое. Задело площадь. Наверное. Сто квадратных метров. Раскидистая. Где-то. И. Когда. Эти 40 ведер были собраны. Под деревом. Сейчас. Лежат. Тысячи. Бесчисленные. Тысячи. Косточек. Вот. Вот. Урожай. А ведь. Второй. После. Амура. Всем нравится. Вкус. Кислинка. И. Что интересно. Вот. Жесткий климат. Пермского края. Жесткий. Бывает. И за 40. У меня сглаживает река. В сумме. У меня холоднее. В сумме. Жердель. Здесь-то. Пики. Как бы сказать. Такие. Остроконечные. Пики. Переход. То есть. Тепло. Мороз. Тепло. Мороз до 40. Вот. Острее. Чем у меня. Еще раз. У меня сглаживает река. Хотя в среднем холоднее. И вот здесь получается. Что вырастет жердель. И вот она жердель. Жива. Здорово. Вот. Спасибо. Татьяна. За то. Что вы упомянули. Слово жердель. Сейчас еще раз его упомянуть. Я чуть назад верну. Поехали. Летают. Вон там жердель. Это вот жердель. Вот. Они тоже цветут. У них не много цветов. Вот. Но они тоже цветут. В общем вот. Представляете. Жердель. Это. Херсонская область. Береславский район. Представляете. Где. Но. Привил на Манчжуриц. Манчжуриц дал ему свои гены. Это вегетативная гибридизация. Это. Когда. Ребята. Это учеба. Вы наберете вегетативную гибридизацию. Вы знаете что это псевдонаука. Вы знаете что это лженаука. Как меня припечатали эти дамы. Выпуститься. Эти мерязевки. Кандидаты. И прочая наука. Как. Как они меня припечатали. Вот. Вегетативная гибридизация. Лженаука. Да если бы. Это так было бы. Жердель не выдерживает ниже 30 градусов. Это ее историческая цифра. А здесь 35-40. 35-40. Почему. Потому что гены. В ней. Ведь это невидимое миру. То есть они. Размеры плодов примерно одинаковые. Вот. Цвет примерно одинаковый. Но вот то что. Здесь. Теперь. В косточке. Которую вы порастили. Находятся гены. Гены. Манджурского абрикоса. Это. На фоне. Вот. Общепринятого. Мнения. Что. Вегетативная гибридизация. Лженаука. Меня так и припечатали. Лжелезово. Это. Лженаука. Вот. Это ответ на мои эти. Лже. Лже. То есть. Я лжец. А вот она растет. Было и минус сорок. И больше. А она растет. О чистом виде. Жерделю. Возьмите косточку. С этой. Херсонской области. Берсовского района. Посадите сто косточек. Тысячу. И вся тысяча будет мертвы. Это. Сенсация. Понимаете. Сенсация. Незаметная никем. Татьяна. Мой. Мой человек. Я бы. Сейчас бы ее. Была по нарядам. В одном метре. Я бы до смерти зацеловал. Вот. В хорошем смысле. Что. Это. Прекрасный фильм. Это. Прекрасный человек. Посмотрите. Весь сад в абрикосах. И они живы. В двадцатом году. В двадцатом году семьи с косточком посажены. Вот она в цвету. Поехали дальше. Я развалдавался. Вот. Сенсация. Ненужная науке. Может быть вторую серию так назвать. Такой вот. Такой вот. Вот на холмиках. Все подполагает. Но их уже практически холмиках не видно. Но везде почему-то вот это вот камень и течение. Он потом вот этот ствол один отсохнет. Один останется. Почему так я. Вот. Ну. Почему я уже сказал. Это. Вы при ване. Это минус для этих самых. И на будущее. Ребята. Если у вас снег от полуметра до метра. Делайте еще выше холмы. Ваш холм просел. Видите. Когда холм выше. Ну сколько. Ну может быть я еще лишний раз скажу об этом. У меня. Сегодня у нас же суббота. Да. Двадцатая. В мае. А двадцать второго у меня вебинар. Наверное я прям вот так с экрана сделаю. Несколько снимков. Вот с экрана. Вот прям вот так вот. Остановлю экран. Сделаю фотографии с экрана. И еще прокомментирую. Где больше снега там больше холмы. Вы мне подскажете. Буду благодарна. Вот. И еще. Вот самое интересное мое наблюдение. Значит здесь. Они у меня на открытом месте растут. Не особо такие прям высокие. Нормальные. Растут себе. Хорошо. А. Один абрикос жардель. Я посадила с южной стороны. Вот дома. Прям за домом. Сейчас я вам покажу. Он там был мощнее. Там. Как вы говорите. Тепловая подушка. За домом. Тут прям юг за домом. И думаю сравню. Посмотрю. Как он себя здесь будет чувствовать. Кстати говоря. Почему то здесь. Он чувствует себя не очень хорошо. Вот. Каждый год. Вот это камень. Течение. Каждый год. Один. Какой-нибудь ствол. Отсыхает. И. Вот. Видите. То ли. В чем причина. Я не знаю. Думаю. То ли. Он. Вот здесь. Жирует. То есть. На всех остальных листьях. Под осенью. Уже. Осенью. Уже. Опали. А у этого. Он. Все еще с листвой. Я так полагаю. Что ему здесь. Слишком жарко. Поэтому. Он. Не успевает. Подготовиться. К зиме. Все. Вегетирует. И. Вот. Что-то. Зимой. С ним происходит не так. Хотя. Здесь. Здесь. Вообще. Большой холм. Воды. Здесь. Никакой. Нет. Не стекает. Вода. И. Снега. Зимой. Выдувает. Снег. Интересно. В общем. Жардель. За домом. Где. Тепловая. Подушка. Оказалось. Не очень комфортно. И. Он. Мощнее. Чем. Те. Другие. Те. У него приросты. Вообще. Огромные. Приросты. Вот. В прошлом году. Метр. Вот. Я вот вижу. Метр. Прирост. А. В позапрошлом году. Двухметровые. Практически. Приросты. Мощно. Он здесь. Он. Такое ощущение. Что он здесь жирует. Жирует. Вот. Не знаю почему. Вот так вот. Такие вот у нас дела. Нынче хочу заказать еще у вас косточек. Так. Остановились. Ну а как же я пройду мимо. Значит. Благодарю вас за то что вы. Ученица. Ставлю вам пять. За этот материал. Значит. Тепловая подушка. Да. Вот. Значит. Э. Мы с вами уже. Все вместе. Давайте гадать так. Э. Теперь. Смотрите. Итак. Вы взяли косточку жердели. Вот. И уже можно сказать. Что жерли за вас обманул. Почему? У каждой косточки есть второй папа. Вот. А теперь представьте себе. Что эту жерделю. Пройдет время. И вы мне покажете плоды какие были. А второй папа. Он может быть. Э. Э. Она сама по себе южная. Все равно южная. Все равно южная. Хоть я и похвалил. Что. Э. С Херсонской области. Что. Ну. Манчжурец. Северя. Манчжурца можно назвать северяйным. Он ее взял. И эту жердель. Воспитал. То есть сделал гораздо морозостойче. Но второго папа мы не знаем. Раз. Привив. Он же не привитое дерево. Два. И не каждому дереву передается лучшее качество. Помните мои слова. Два. Надо чтобы у кошечки было сочетание. А. Морозостойкая и вкусная. А есть варианты. Не морозостойкая. Это два родителя. Вот. Раз. И разброс качества. Загибая пальцы. Так. Вкусная морозостойкая. Второй может быть невкусная. Не морозостойкая. Третий. Морозостойкая. Но невкусная. Четвертый. Вкусная. Но не морозостойкая. Четыре варианта. Вы понимаете. И вот какой-то из них. То есть вы. Когда у меня покупали кошечки. Не надо было рассчитывать на что. Не надо было рассчитывать на то. Что все они дадут идеальное. И. Идеальное. Э. Деревья. И морозостойкие. И без выпривания. И чтобы были вкусные плоды. Нет. Вот. Помните песню. Чтоб не пил. Не курил. И цветы всегда дарил. Маму тесе называл. Вот здесь вот этот важный момент. Еще раз. Поняли. Да. Разброс качеств. Брать надо количеством. Вот тогда все получится. И наконец. Знаете для чего это место лучше. Если вы. Правы. Хотя бы. Если мы попали в точку. То здесь было слишком жарко. Это место для персиков. Не укрытых. Все. Заканчиваем фильм. Сейчас посажу. Переехала в другой регион. Из Пермского края. В Чумень. Посажу там. У меня там два кита брикоса. Растет. Прекрасно. Растут. Цветут. И. Плодоносит. Все друзья. Фильм закончился. Фактически. Закончилась сказка. Вот. Потому что. Этого не может быть. Я как вспоминаю. Эти. Выпустите. Эти. Боже мой. Какое убожество. У железов. Из косточек. Вырастут. Это. Железов. То есть. Семена. Косточки. Абрикоса. От железов. Это. Цитирую. Этих. Выпустите. Жердели. И. Дички. Получится. У него. Смешанный сад. Вот. А у меня. Столько. У меня. Вот. Такая. Огромная. Папка. Уже. Где из косточек. Персика. Выросли. Прекрасные. Абрикосы. И слив. Прекрасные сливы. Многие не уступают привитым. Как их. Перестроить. Эту систему. Когда. Нас так мало. Татьяна. Я вам выражаю. Огромное. Спасибо. Вот. Огромное. За то. Что вы мне помогли. Расскрыть эту тему. Еще раз. Вот. Что. Это все не миф. Что мы сейчас. С вами были. В настоящем саду. Вот. Еще раз. Косточки железа. Бесценные. И ты. Вдруг. Увидев цену. Косточки. Летний. Сухой. 15 рублей. А семечка. 10 рублей. А кстати. При очень большом заказе. Еще скидки. Будьте добры. Вот. Обратите внимание. На. Вот. Этот фильм. На. Татьяну. Глушкову. Видели. Какой. Абрикосовый сад. В двадцатом году. Посадила. Здоровенное дерево. Уже цвет. А вспомните. Персики. Моих друзей. Осенью. Уже. Косточки. Персиков. Буду продавать. Уже с осени. А. Моих друзей. Четырех. Пятилетние. Деревья. Здоровенные. Потому. На них. Нет. Не сотни. Плодов. Персиков. Тысячи. Вот так вот. Все друзья. Итак. За мной. Книги. За мной. Сухие семена. Раз уж. Лето наступило. А за вами. Значит. Хватит спать. Хватит. Верить. Всем этим. Нам. Магринов сказал. У нас. Ничего. Расти не будет. Целые регионы. Без единого абрикоса. Ну. Вот. Перед вами. Молодой. Сад был. Все. Я разволновался. До свидания. Вот. Желаю вам. Оп. Так. Все. Отключаюсь. А то. Уже. Начинается. Новая жизнь. Надо. Детей. Брать. Деревни. Учить. essence. Менуриative. súper 치я. Под thanks. Дерев seleцир. Неченькой. Ненак. Влера. Встрет. Неченькой.